Мы должны с вами сегодня на уроке создать своими руками открытку, новогоднюю открытку. Сегодня в третьем Е-классе Видновского художественно-технического лицея урок технологии необычный. Орудуя ножницами, клеем, цветной бумагой и массой других материалов, ребята делают новогодние открытки. Чего же тут необычного, спросит пытливый зритель. Ребята мастерят их для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Помимо красивого украшения, в каждой из них несколько теплых слов. Дорогой военный, с Новым годом! Желаю счастья, здоровья и успехов, чтобы все получалось. Пусть исполняются все мечты. Возвращайтесь домой. Пусть Новый год со счастьем новым подсказку сна к вам в дом войдет и вместе с запахом еловым здоровье и счастье принесет. Стоит отметить, что к уроку ребята подготовили заранее. Многие детали открыток сделаны еще дома. В процессе активное участие принимали и родители. Оттого каждый из них получился очень праздничный и по-настоящему уникальный. Взрослые дети подошли к этому вопросу креативно. Каждый придумал свою идею создания открытки. Кто-то работает в технике с пластилином, кто-то с цветной бумагой, кто-то с ватными дисками. Каждая семья постаралась создать образ новогодней открытки. Кипит работа этажом ниже в четвертом Е-классе. Учитель еще раз напоминает ребятам, каким образом лучше всего разместить рисунок и текст письма. Запись, поздравления, какие слова вы хотите этим бойцам адресовать. Здесь творческая мысль тоже бьет ключом. И как в предыдущем случае, каждая открытка – плод совместного творчества детей и родителей. У каждого нашлись свои, тоже неповторимые слова, чтобы поддержать тех, кто сейчас находится в зоне СВО. Дорогой солдат, я поздравляю тебя с Новым годом и Рождеством. Желаю тебе оставаться таким же смелым и храбрым. Я желаю тебе здоровья, силы, мужества, победы. Спасибо за мирное небо, за вашу смелость и отвагу. Скорее возвращайтесь. Очень скоро все эти письма будут отправлены адресатам с очередным конвоем. Напомним, первые письма участникам спецоперации на Украине ученики Ленинского округа написали в марте. С тех пор акция «Письмо солдату» проводится на постоянной основе. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.